Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antilife.com.ua. Меня зовут Александр. Перед вами смартфон под названием DOOGEE T3. Это модель, которая выполнена производителем с двумя дисплеями. Это модель-новинка. Только-только он появился в продаже. Выглядит вот таким вот образом данный смартфон. Он поставляется в двух вариантах цвета. Это вот такой вот черный вариант и есть еще в продаже коричневые. К сожалению, пока что в наличии присутствует только черный вариант, который вы видите перед собой. Коричневые будут поступать несколько позже. Смартфон поставляется вот в такой вот коробке. Открывается коробка вот таким вот образом. Здесь лежит смартфон, документация от производителя. На данный момент поставляется пленочка в комплекте. И еще есть вот такой вот отсек у коробки, где располагаются стандартные устройства, аксессуары. То есть, это зарядка, это USB. USB тут тип C у нас. Это наушники и переходничок для вот этого вот USB Type-C в обычную microUSB. И чтобы можно было пользоваться любыми зарядками в любых условиях и не особо быть привязанным к USB Type-C. Смартфон выполнен в стиле гаджетов Верту. Модель имеет вот такой вот интересный дизайн с применением кожи. Ну, скорее всего, это кожзам. С применением металла, с применением даже вот крышечки, которая заходит вот сюда наперед. То есть, дизайн такой смартфона очень специфический и на любителя, можно так сказать. И еще интересность этого смартфона заключается в том, что у него два дисплея. Собственно, основной, в котором отображается основная информация. Ну, и присутствует экран вот здесь, располагается менюшка, где отображаются у нас часы. Ну, то есть, время и дата, грубо говоря. По аналогии со смартфонами Верту, данную модель можно тоже анализировать как смартфон типа Верту. Потому что Верту выглядит довольно-таки интересно, с прикольным дизайном всегда. Да, вот такой вот под лакшери, под люкс. Но по начинке у Верту никогда ничего выдающегося нет. И цена огромная. Вот, в принципе, что-то плюс-минус около того. Можно провести аналогию с этим дуги Т3. Только здесь такая китайская версия Верту. Потому что каких-то дорогостоящих, ценных металлов, материалов, выполнения корпуса здесь не присутствует. Цена довольно-таки высокая. И начинка, опять же, не блещет ничем выдающимся. Итак, давайте обо всем по порядку. Спереди у нас смартфон представлен вот в таком вот виде. У нас есть 5-мегапиксельная фронтальная камера, разговорный динамик, датчики приближения, освещение. Есть три сенсорных кнопки, которые не подсвечиваются. И есть индикатор пропущенных действий. Он располагается вот здесь. И он может отображать различные цвета. Синий, зеленый, красный и так далее. Отображает он любое пропущенное действие. То ли там игра вам какая-то что-то там подсказала. То ли там пропущенный звонок, смс-ка, почта и так далее. С этой грани у нас представлена вот такая металлическая каемка. Это качелька громкости вверх-вниз. Вот это, вот это, как искусственные такие рифленности, они ничего не значат. С этой грани у нас похоже, что тоже кнопка качелька громкости, однако нет. Здесь у нас вот эта кнопка выполняет роль включения-выключения, а вот эта кнопка верхняя выполняет роль включения-выключения верхнего нашего дисплея, о котором я расскажу немножко позже. Снизу у нас есть микрофон, разъем USB Type-C и разъем под наушники. Сверху у нас, собственно, наш второй дисплей. Сзади смартфон имеет вот такой вот вид. Один из них динамик. Вот здесь он располагается. Это муляж. 13-мегапиксельная камера, логотип дуги и вспышка. Итак, давайте рассмотрим его основные технические характеристики. Сделаем мы это все через программку Antutu. Набирает эта модель в Antutu приблизительно 30-40 тысяч баллов. Здесь установлен 8-ядерный, вот, 36-515. Здесь установлен у нас 8-ядерный MTK-6753. С коробки у нас смартфон поставляется на базе Android 6.0. Здесь 16-мегапиксельная камера с интерполяцией. Здесь HD-разрешение дисплея, 3 гигабайта оперативной памяти и 32 встроенных. То есть это однозначно, конечно же, плюс. Работает процессор на частоте 1,3 ГГц. Мультитач-тест у нас покажет 5 точек касания. 8-мегапиксельная фронталка, но это тоже, скорее всего, интерполяция. Реальных тут будет около 5. И из датчиков есть у нас датчик приближения, гироскоп, датчик освещения, датчик приближения и, в принципе, все. Прошивка у нас имеет вот такой вот стилизированный вид. Прошивка мне напоминает какой-то смартфон якобы типа для активного образа жизни. Такие иконки все в таком стиле выполнены как-то вот как у противоударных каких-то гаджетов. Однако данная модель не имеет никакую защиту вообще. То есть тут просто металлический корпус. Просто задел под кожу кожзам, скорее всего. Но смотрится и по ощущениям, конечно, очень все приятно. Может быть даже и кожа. Ну, не знаю. Возможно, даже в такой ценовой категории может быть даже действительно настоящая кожа. Не исключено. Но эта модель не имеет защиты. Что касается экрана. Экран у нас подсвечивается вот этой вот кнопочкой. Экран, конечно же, у нас выглядит не так, как хотелось бы этого, как это было представлено на фотографиях, на картинках. Конечно же, там на фотографиях, на картинках экран глядил просто шикарно, сногсшибательно. Здесь же эффект от этого экрана несколько не такой. И видно изображение на этом экране не столь хорошо. Вот я протер. Вот сейчас вы увидите. Вот так вот. На камеру не могу передать, но могу сказать, что если вот держишь вот так вот и смотришь на смартфон прям лицом, если чуть-чуть его повернуть к себе, то как раз все четко видно. Далее, если поворачиваем, то становится видно хуже. И потом уже непосредственно, когда повернули полностью вот так вот, то становится еще лучше видно. В целом, целесообразность применения этого экрана, я особой пользы от этого значимости, этого, этой технологии применения не вижу. Но в целом, как смартфон с двумя дисплеями, это играет, наверное, роль. И, наверное, некоторые люди будут на это клевать. Что касается звучания. Звук мне, в принципе, понравился. Смартфон играет довольно-таки громко. Давайте сейчас что-то вам продемонстрирую через YouTube. Динамик у нас один. Это вот фальшивое такое отверстие. Ну, для симметрии выполнено просто-напросто. В наушниках тоже звучание отличное. Басы, громкость. В принципе, все выполнено на достойном уровне. Касаемо производительности. В принципе, смартфон имеет 4,7-дюймовый дисплей. Здесь 3 гига оператив. Касаемо прошивки. Здесь есть в прошивке практически идеальный стопроцентный русский язык. Практически идеальный украинский перевод. Однако, есть и некоторые настройки, некоторые приложения внутри смартфона, которые у нас не переведены. В смартфоне присутствует довольно-таки интересная программка подсчета шагов. Тут особо разбираться нечего. В принципе, все довольно-таки просто. Ну и присутствуют еще несколько интересных программ. В принципе, здесь все стандартно. Однако, внутри настроек присутствуют некоторые меню. Например, меню Smart Key. Есть настройки управления датчиками движения, датчиками жестами и так далее. Есть программка приложения для QR-кода, сканирования. В целом, это полноценный, нормальный, стандартный 6.0 Android. Есть различные защиты дуги. Есть что-то типа облачных сервисов от компании дуги. Ну и, в принципе, основное все переведено на русский язык. Также, эта модель поддерживает обновление по Wi-Fi. Но, вот на данный момент у меня последняя прошивка. Дальше обновляться этому смартфону не на что. Модель поддерживает 3G, 4G сети. То есть, можно будет пользоваться полноценным, нормальным интернетом. Я тестировал также эту модель в плане аккумулятора. Все как всегда. Я устанавливал Antutu Testers. У меня показал смартфон 6066 баллов. Аккумулятор у него 3200 мАч. Поэтому ждать каких-то сверхъестественных, больших, нереальных показателей здесь не приходится. Смартфон, в принципе, держит очень даже неплохо на уровне с лучшими производительными гаджетами. Типа Xiaomi Redmi Note 3 Pro, либо Meizu M3 Note с аккумуляторами по 4000. Поэтому по автономности нареканий никаких нет. Что заявлено, то он и отрабатывает. Спутники. Спутниковая навигация присутствует. Глонос спутники тоже есть. Спутники словил быстро. Я думаю, со спутниками тоже проблем ни у кого не будет. Камера у смартфона заявлена в Antutu на 16 и на 8 мегапикселей. Соответственно, и та, и та цифра интерполирована. Реальная матрица, реальная оптика, с которой снимает этот смартфон, я думаю, что 5 и 13. По камере могу однозначно сказать, что, в принципе, качество неплохое. В принципе, есть тут хорошие кадры получаются. Видео записывается в формате Full HD, естественно, FPS достаточно. Качество картинки, ну вот, вот можете сами наблюдать. Вот с какой детализацией фотографирует камера. На улице машины легко фотографируются с номерами, отчетливо видно. То есть, в принципе, по камере для такого устройства все выполнено очень и очень достойно. Приближайте, мультитач работает отлично. И качество картинки тоже, я считаю, на довольно-таки неплохом уровне. Фотки и видео залью, сможете посмотреть оригиналы записи. В целом, можно сказать следующее. У меня сформировалось свое личное мнение о данном смартфоне. И вот, что я про него скажу. Модель называется Doogie D3. Интересный, своеобразный смартфон. Смартфон на любителя. Смартфон очень похож на гаджеты Vertu. По их аналогии, смартфон на сегодняшний день, я считаю, что он несколько дороговат. Он имеет прикольный дизайн, но, опять же, на любителя. Скорее всего, задняя крышка выполнена реально из настоящей кожи. В силу ценовой политики этого устройства. Ничего сверхъестественного по начинке у смартфона нет. Полностью точно так же, как делают производители свои смартфоны, эти дорогостоящие Vertu. Поэтому Doogie сделала такую попытку сделать какой-то лакшери смартфон, какой-то люксовый смартфон. В принципе, появилось, получилось у них это. В принципе, люди клюют на это. Заказывают эту модель, и, в принципе, смартфон даже неплохо продается. Но я считаю все-таки, что на данный момент модель немножко дороговато. Можно смело ждать снижения цены в будущем. Не сразу, конечно же, потому что модель новая. Ну и в целом, как бы достойный вариант, но сверхъестественного за эту цену вы ничего не получите. Получите дизайн, получите уникальный такой корпус и внешний вид. И неплохие, в принципе, технические характеристики. На этом все. Спасибо большое вам за внимание. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите и заказывайте DOOGEE T3. Вот такой вот у него дисплей второй. И ждите новые обзоры на новинки. Спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok